добрый утром мир этот день настал сегодня у нас две очень красивые свадьбы я вам покажу только одну вторая свадьба у нас будет в stories обязательно появится в аккаунте моем или на корню wedding в instagram а здесь на моем канале вы увидите именно эту свадьбу свадьбы елисея даши не переключайтесь так что я на месте в общем пока здесь пока все здесь выглядит как будто бы все сломали все плохо на самом деле именно так всегда выглядит начало монтажа то есть когда заходит молодожен они видят что все уже красиво все классно все замечательно а на самом деле все выглядит тут именно так люди бегающие в панике делающие что-то столики которые зачехлены сейчас покажу вам зал который тоже еще пока в разобранном состоянии надо будет свет здесь включить девчонки в темноте здесь ничего не видно не ставим экран два с половиной метра на три ребята с утра и девчонки с утра не покладая рука знаете что самое забавное что что главный декоратор сегодняшний наш болел к видом но об этом естественно молодоженные узнают уже после свадьбы и девчонки с ней не контактировали я все узнала все прознала в общем сегодня мы без нее она с нами на связи 24 на 7 но главный декоратор делегировался у нас в общем своим девчонку своей команде все поддавал к вид к видович кстати площадка сработала абсолютно четко классно было написано заранее площадке чтобы они поставили сэндвич для декоратор фронтажных я прихожу на площадку пожалуйста сэндвичи стоят для всей команды которая работает сам в утро вот это я понимаю четко работа площадки но мы ждем еще дополнительные столики потому что столов у нас пока не хватает только стола сейчас вгляд менеджеров менеджер спрят официантов и нам привезут еще дополнительные столики сегодня у нас большой экран на 3 метра мы прям четенько здесь встал прям как будто здесь стоял всегда те кто думает что работа декоратор это цветочки это только цветочки работа декоратор иногда выглядит еще и вот так когда нужно покрасить перекрасить вынести принести вот эти здоровые всякие конструктивы масштабненькие ну что ж потихонечку уже что-то появляется преображается стулья приехали здесь уже появляется место для церемонии сейчас еще появится дорожечка вот такая вот из двух листиков и в зале тоже уже появляется красотень в отеле у нас кстати сегодня чуть позже начались сборы и в общем-то чуть позже даже приедут чуть приедут ребята на площадку но так даже лучше честно говоря потому что мы все спокойно в режиме успеем кстати говоря мы всегда стараемся сделать так чтобы до того момента как появится в зале гости зал все-таки увидели молодожены и чтобы они успели сфотографироваться в этом зале поэтому сегодня мы тоже тайминг построили таким образом чтобы ребята когда приедут у нас уже будет выстроен свет в зале у нас уже будет выстроен весь декор в зале и ребята зайдут сфотографируются зале а потом уже пойдут гулять по территории появится перед гостями у нас начинается репетиция артистов у нас выход будет сегодня интересный необычная той линии молодожены 6 мы репетируем два артиста таисия и егор заслуженные артисты между прочим несмотря на юный возраст они уже заслуженные артисты так отходи лёша все погнали все будет главный лишь свет притушить это очень важно заранее аль покажи пожалуйста лёша это очень важно заранее притушить свет ой у меня мурашки бегут ой-ой-ой у нас разъезжается пол оксана будет вообще бомба главное не путаться блин пол разъезжает сейчас решим решим вопрос я пока считал не показала но молодожены сейчас свой зал и вы увидите их ряд вы будете первые кто увидит зал вместе с молодоженами как тебе повезло алексей как повезло тебе да давай ничего страшного мы тебе простим что у нас здесь сегодня на сегодня сухоцветы такие вот одуванчики теплого песочного оттенка салфеточки красивые очень композиции с необычными цветочками с какими-то колючками пудровые розовые розового оттенка все позабыла все слова понимаете свечи бокальщики у нас тоже необычные бокалы для вина поменяли бокалы для водички в общем-то произведут по походу который больше и лучше подойдет от сегодняшней свадьбы на спички такие мягенькие серенькие так как у нас серых оттенков практически нет поэтому и поменяли стульчики положили дорожку по которой сегодня спасибо по которой сегодня поэтому нас молодожены привезли президентный стол традиционно во фото мы всегда привозим мебель и сегодня не исключение сегодня мы также привезли президентный стол мы поставили огромную конструкцию шестиметровую многие говорят, да, вот мы не хотим, чтобы у нас стояла шкатулка для денег на резиденном столе, вот у нас шкатулка для денег, вот такая вот прозрачная, она достаточно симпатичная, пригласительная. Сейчас вам отдельно расскажу про пригласительное блок «Стекло», на котором написано Елисей Даша, текст, дату свадьбы, самолетик, потому что Елисей у нас проектирует самолётики, то есть это всё не просто так здесь. И конвертик, который повторяет сегодняшний наш декор, и вот эта вот кривистая линия, она точно так же вот здесь, вот перед ними та же самая, «Мечты становятся реальности», это лозунг сегодняшнего мероприятия, что наконец-то Елисей и Даша стали вместе, и все их мечты исполнились. Книга сегодня у нас тоже такая же, посмотрите, она такая бархатная, очень красивая, и внутрь сегодня гостя будут вклеивать фотографии из инстабудки. У нас стоит сегодня инстабудка, я вам сейчас ее тоже покажу. Есть, во-первых, инстабудка, смотрите, какая прикольная. Это, на самом деле, классная штука, можете сразу вырвать фотографии под своим хэштегом, под хэштегом мероприятия, и автоматически всё делать, печатается вот на таких фотографиях. Они забрендированные, очень ярко, классно выглядят. И также вклеивайте сюда в альбом и сразу пишите пожелания молодоженам. Что может быть лучше на мероприятии, чем такая штука? Выглядит, кстати, вот такая вот малюсика, то есть это не какая-то огромная там бандурина, да, то есть это такая малюсечка, которая стоит себе отдельно в уголочке и никому не мешает, в общем-то. Уже три фоточки, уже три фоточки есть. Но только начало, только начало. Начало-начало. Смотрите, как выглядит идеальный ведущий, понимаете? Это человек, который работает командно, командно. Сейчас они ничего не увидят, они вот сейчас увидят. Смотрите, оп! То есть я говорю, Лёшка, надо стульчики вернуть обратно на церемонию. И он такой, без проблем, взял стульчики и пошел относить на церемонию. Вот это называется командная работа. Поэтому я люблю, когда работают именно ребята от нас, потому что все за одно общее дело. Посмотрите, какой Геракл! Геракл! Ни больше, ни меньше. Пока у нас произошел сбор гостей, гости уже угощаются на всю. Я вам хотела показать нашу зону церемонии. Она достаточно большая, стульчики тоже такие же, такие в основном зале. Сегодня на зоне церемонии дорожка и само место, где будут стоять сегодня наши молодожены. Здесь есть вот такая вот неоновая подсветка. Сейчас ее не особо видно. А вечером ее будет очень хорошо видно. Это будет просто безумно красиво. В общем и целом все выглядит вот таким вот образом. Сейчас я даю подальше. Красота, правда? Мы решили сделать такой классический вариант. То есть такие пшеничные оттенки. Нам казалось, что это будет очень гармонично сюда вписываться. сухоцветы на фоне всего этого зелененького. Это гармонично и необычно. Итак, что у нас происходит на фуршете? Работает бар. Бармен делает различные коктейльчики для гостей. И гости могут ходить, угощаться коктейльчиками. И помимо всего прочего у нас здесь работает шаржист. Он тоже рисует. Рисует сейчас у нас красивые шаржики. Уже первые у нас первые шаржики получаются. Ой, как прикольно получается, кстати. Очень здорово. Через 10 минут у нас уже начнется церемония. Ребята расписались неделю назад. И у них была задача не делать это как церемонию обмена кольцами. И церемония, когда они скажут друг другу «да». У них была задача сделать это так, чтобы они в присутствии близких и родных пообещали друг другу хранить любовь, верность, преданность и те чувства, которые они испытывают друг другу сейчас. И сегодня у нас именно такая церемония. Церемония обмена обещаний не клятвами. Корнева Ирина. Она подумала про себя. Она слишком много есть. Она не дала сразу ему свой номер телефона. Ему пришлось его просто искрами выбивать. Узнать свой номер телефона. Пригласить на свидание. Первое свидание прошло... Кто-нибудь знает как? На роликах. Чтобы вы понимали, мы с Елисеем очень похожи друг с другом. Мы сблизились, потому что я закончил какой-то строительный факультет, а он авиастроительный. Мы очень до что дотошные. И перед свиданием, вы не представляете, он поехал в парку далеко, проверить маршрут, где находится вода, закуски, где можно сесть, пообщаться, полежать, отдохнуть, пофотографироваться. К этому есть Елисей. Первая страна их совместного путешествия была Испания. Канар. Мечта любой девушки. И это было первое путешествие Даши. Первый полет, который осуществил Елисей. Давайте ему поаплодируем за это. Настоящий мужчина добился. Влюбился. Влюбился. Я надеюсь вместе с вами увидеть историю их любви и их продолжение. Все прекрасно знают, что 4 июня 2021 года у них уже была свадьба. Официально они расписали ЗАГС. Я хотел бы, чтобы вы поаплодировали очень громко этому событию. Мы вам на паркете вначале покажем, как это происходило. Были самые близкие родственники. И они хотели, чтобы все увидели и присоединились с поздравлением их первой совместной даты. 4 июня 2021 года. Да, очень хорошо. Мы ждем. Готовы. Слышите? Да. И именно это они сказали возле алтаря. А сейчас я хотел бы их пригласить под ваши бурновации. Они выйдут не по отдельности, а вместе, потому что они уже муж и жена. Встречайте! Елисей и Дарья! Можно идти! Живайте немножко, кто? Давайте поаплодируем! Чувства! Елисей и Дарья! У ребят была основная задача сделать так, чтобы церемония не выглядела как регистрация в ЗАГС. Поэтому они просто сделали обмен клятвами. Мне кажется, получилось очень мило. И даже жених расчувствовался, растроглась. Мне кажется, это очень мило, когда видно вот эти чувства от мужчины, потому что сразу понятно, что значит все удалось, значит все получилось. А сейчас я хочу, чтобы вы поздравили в очередной раз друг друга. Это первый день, когда вы стали свидетелями их брака. Давайте поаплодируем ребятам. А сейчас, уважаемые гости, мы начинаем с родителей. Можете подойти, поздравить, сделать фотографии вообще с нашими молодоженами, вручить цветы и подарки уже во время банка. Смотрите, какая погодка. Сегодня целый день нам обещали дожди. Мы взяли в аренду даже 4 зонта, потому что были уверены, что будут дожди полночи искали эти зонты. Искали, каким образом нам лучше их доставить, кто их примет и так далее. В итоге сегодня целый день хорошая погода. Как важен свет. Смотрите, все абсолютно здесь подсвечивается приборами световыми. Вот там есть сцена приборы, вот там вот приборы, везде абсолютно приборы. И за счет этого свет очень такой приятный в зале, такой торжественный, я бы даже сказала. Вообще торжественность зала создает именно свет, даже не декор. Потому что если бы мы поставили весь этот красивый декор, а света бы не было, поверьте, это был бы совершенно другой зал. Субтитры создавал DimaTorzok Делаем петельку, держите за один кончик, вы, держитесь за один, вы, крепко. Продевая руку в петельку, тянем, тянем, еще сильнее, еще, еще, еще. Все, 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 спасибо. Можно отпустить, благодарю, отпускаем. Руки мне еще понадобятся сегодня. Теперь два кончика завязываем вместе. На ваших глазах две красавицы только что меня завязали. Вы за один кончик, держитесь, тут уже поближе ко мне, поближе ко мне. Я покажу, что руки завязаны, вот здесь поближе, поближе сюда. Вот сюда, вот сюда, вы вставайте тоже вот сюда, вот сюда, вот сюда. Я, внимание, показываю, что мои очки завязаны. Сколько там было? 6-8 узелков, я не помню, но они все ваши. Поближе сюда едет, не смотрим на меня, смотрим туда, я отвлекаю ваше внимание. Мои руки почему-то завязаны, проверяйте. Вы какие-то странные узелки хотите проверять? Серьезно, они все здесь завязаны, вы тоже, посмотрите, ваши. Держим, 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 на счет 3 я освобождаюсь. Готовы? Считай, к самому. Один, два, два с половиной, конечно же, три. Мои руки свободны, друзья, ваши аплодисменты, мои помощницы. К вопросу, что делать на перерывах? На перерывах нужно фотографироваться на закатном солнце. Смотрите, какой фунт. Надо его подольше подержать. Привет, привет, я покажу вам, как сейчас разыграет ведущая. Привет, стейки, пожалуйста, Мария! Эй, такой мир, ты поплатен, эй, эй, эй. Так, все девочки, разыграли? Сейчас, секунду, подожди, не спеши, пожалуйста. Сейчас, одну секунду. А то есть у меня есть тут любовный билетик. Так, давайте 3, 2, 1 сможем? Поможете мне, ладно? Хайк все вместе. Три, 2, 1, бросай! Фигирай! В общем, ногами сделайте, пожалуйста. Рой, я говори, я вам подыграю. Тортик у нас готов. У нас пока сейчас разыгрывается там букетик, разыгрывается подвязка. А в этот момент мы уже вынесли тортик и поставили его вот сюда, в то место, где у нас сегодня начинался наш вечер. Мы решили вынести его на улицу. Специально для этого привезли столик. Специально установили вот здесь вот сейчас холодные огонечки для того, чтобы в момент, когда ребята пойдут к этому тортику, все загорело и засверкало, и засияло. И заметьте, что у нас стала видна вот эта неоновая подсветочка, да, про которую я рассказывала. И тортик прям вписался, как нельзя. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам, как это выглядит в общей сложности наша вся вот эта история. Ребята уже прям вот чуть-чуть осталось, и ребята тоже увидят свой тортик. Не спеша, ребята, садитесь этим моментом. Не спеша, ребята, садитесь этим моментом. Сегодняшнее мероприятие не получилось бы, если бы мы с Елисеем не приняли такое решение, не обратились в свадебное агентство Ирины. И благодаря Ирине и команде, которая сегодня помогала нам организовать этот праздник, этот праздник состоялся, и состоялся вот таким теплым, домашним. Спасибо вам огромное, это было просто великолепно. Я очень много снимаю в Инстаграм, практически не снимаю ничего на Ютуб. Ну, я думаю, что нам получится сделать хоть какую-то нарезочку из всего того потрясающего дня, который сегодня состоялся на свадьбе Елисея и Даши. Если вам понравилось это видео, то не забывайте, пожалуйста, ставить пальчики вверх, подписываться на канал и оставлять комментарии в комментариях. Всем хорошего, всем пока!